Сообщество единой судьбы человечества. Консенсус международного сообщества. Под таким названием в Астане прошел семинар представителей академических кругов и исследовательских центров. Они обсудили подходы к строительству справедливого миропорядка, перспективы взаимодействия Казахстана и КНР в экономике, образовании и здравоохранении. Рассмотрели механизмы межгосударственных отношений и роль шанхайской организации сотрудничества в мировой торговле. Центральное место в дискуссиях заняли китайские концепции глобального развития. В мире, где глобализация и взаимосвязанность становятся неотъемлемыми элементами нашей жизни, таким образом мы сами должны стремиться к общему благу и совместному процветанию. Китайская концепция сообщества единой судьбы человечества основана на пяти принципах мирного сосуществования, содействует строительству международных отношений нового типа. И Республика Казахстан разделяет этот подход, поддерживая идеи равенства, взаимоуважения и взаимовыгодного сотрудничества. Я думаю, именно китайская концепция, китайское предложение, оно может быть актуальным решением всех накопившихся проблем человечества. Но понятно, что есть ограничения, и в том числе и Китай с ними сталкивается. Но я думаю, другого пути, как бы правильного у нашего человечества и в том числе региона в целом, геополитических объединений его нет. Шосс и Брикс, я думаю, два кита, на которых будет основываться именно реализация этой концепции будущего. Си Цзиньпин выдвинул концепцию единой судьбы человечества в 2012 году. Казахстан одним из первых поддержал инициативу председателя КНР.